Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое интересное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С начала лета в Самаре успели поработать 7,5 тысяч подростков. Главный секрет в импровизации. В Самаре прошел вечер джаза и историй о кино. К началу осени будут готовы. Совсем скоро жители Ленинского, Самарского и Железнодорожного районов смогут любоваться благоустроенными дворами. Как будут выглядеть новые отремонтированные площадки и все ли пожелания жильцов учли, расскажет Анатолий Головко. Все замечания жителей учли. В Самаре продолжают благоустраивать дворы по муниципальной программе «Комфортная городская среда». Глава города Елена Лапушкина лично проинспектировала ремонтируемые площадки. Дворы должны быть уютными, красивыми и безопасными. Именно так считают местные жители и сотрудники городской администрации. В Ленинском, Железнодорожном и Самарском районах работа кипит. Здесь устанавливают новые лавочки, освещение, урны, а также обустраивают тротуары, газоны и детские площадки с антитравматическим покрытием. Глава Самары Елена Лапушкина проверила состояние городских дворов. Жители домов с Чапаевской поблагодарили мэра. Мы вам хотим сказать всем большое спасибо всем, кто причастен к этой программе. Наш двор много десятилетий не знал ремонта, только раскопки. Мы были все в земле, в рямах, в рытвинах, в разбитом аспарте и президенту. Любители активного отдыха и здорового образа жизни попросили у Елены Лапушкиной установить во дворе многоквартирного дома турник. Все, что касается наполнения площадки, это только ваше желание. Чем прекрасна эта программа, комфортная городская среда, это идет от пожеланий жителей. Нужен вам турник, значит надо было в протоколе общего собрания, в дизайн-проекте указать этот турник. Стоит отметить, все дворы, которые благоустраивают по муниципальной программе, будут выглядеть по-разному. Например, площадки в студенческом переулке хотят вернуть ее исторический облик. Здесь обновляют роскошные блюстрады, перила из фигурных столбиков. Здесь еще будут восстановлены лестничные, марши все восстановлены. Тут жителями договорились будут вазоны шестигранные, вот в нижней части. Во дворе на спортивной мэр обратила внимание на сараи, которые выглядят неопрятно. Напомним, в Самаре уделяют самое пристальное внимание и состоянию городских парков, бульваров, скверов и других общественных пространств. Это стало возможно благодаря реализации приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже в начале осени жители и гости города смогут увидеть результаты работы и оценить все преимущества проекта. Анатолий Головко, Максим Гусев, События. Еще одним благоустроенным сквером в городе станет больше. Жители промышленного района Самары обратились к главе города с инициативой преобразить территорию рядом с храмом в честь Благовещения Пресвятой Богородицы, который находится на Московском шоссе. Какие концепции благоустройства будущего сквера предлагают дизайнеры, выяснила наша съемочная группа. Цветники вдоль дорог – это из многолетних цветов, но здесь существующее насаждение. Дизайнеры предлагают две концепции благоустройства нового сквера у храма в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Сделать здесь зеленый уголок с лавочками и детской площадкой предложили сами жители. Эта территория находится в частной собственности, но городским властям удалось договориться с собственником о выделении участка для сквера. Один из вариантов – оформление парковой. Дизайнеры предлагают посадить у храма многолетние цветы, липы, каштаны и декоративные яблони. Установить скамейки. Второй вариант – аллейный. Сквер будет иметь двоичное параллельное строение. Первая аллея – это торжественная для торжественных мероприятий. И вторая зона, которая будет активно использоваться жителями и детьми для активного отдыха. Парковым будет сквер или аллейным – более детально этот вопрос обсудят на следующей встрече с участием собственника земли и инициативной группой жителей, которые также обещали принимать активное участие в содержании нового сквера. На совещании обсудили еще одну инициативу – создание в Самаре первого тактильного сада. Это специальная территория для людей с ограниченными возможностями здоровья. Уже в этом году в качестве эксперимента такой тактильный сад запланировано оборудовать в Струковском парке во время фестиваля цветов. Они имеют ощущение и по запахам, по тому, почему ты ходишь, что ты трогаешь. Но это вот достаточно, на наш взгляд, интересная история для людей, которые ограничены в своих возможностях. Участники встречи обратились к Елене Лапушкиной с предложением высаживать больше новых деревьев в городе. Может быть, нам организовать какую-то акцию, чтобы мы откликнулись все ландшафтники, чтобы нам дали место, чтобы мы начали сажать склонные растения, восстанавливать люки нашего города. Глава города идею поддержала, но важно учесть и вопрос ухода за молодыми деревьями. К этому общему делу могут подключиться все самарцы. Мы должны людей в это вовлечь, просто людей, пока каждый человек не осознает, что он тоже отвечает и несет ответственность за свое будущее, за будущее своей семьи. Хочется дышать свежим воздухом, у тебя возмущает спил деревьев и так далее, у тебя есть уникальная возможность, вот территория, ты можешь за этим деревом ухаживать и так далее. Глава города поручила профильному департаменту подготовить возможные варианты участков, где можно будет высадить деревья. Лариса Шлафаст, Константин Головин, События. В Самаре продолжается ремонт дорог возле Крымской площади. Завершить комплексное обновление, которое проводится по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» должны до конца сентября. Успевают ли рабочие к сроку и как справляются с сюрпризами погоды, узнала наша съемочная группа. На улице Урицкого тяжелая техника не останавливается ни на минуту. Задействовано 30 машин и 60 человек. Катки идут один за другим, чтобы брака в работе не было и чтобы уложиться в сроки. Небесная канцелярия вносит свои коррективы в работу. Прогноз погоды отслеживают ежедневно. У меня вот несколько приложений в телефоне, по которым мы ежечасно отслеживаем погоду. И на сегодняшнюю ночь дождей не обещают. Поэтому, собственно, и запланировали укладку именно на сегодняшнюю ночь. Комплексное обновление территории у Крымской площади проводят по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». На улицкого уже уложили выравнивающий слой асфальта. Сейчас приступили к укладке верхнего слоя покрытия. Здесь запланировано обновить 16 тысяч квадратных метров. Работу подрядной организации контролируют городские власти и общественники. «Выполнение работ по ремонту ведется под контролем МБУ дорожных хозяйств и департамента городского хозяйства. Весь систем следует отметить активную жизненную позицию жителей нашего города. Также и вклад в общероссийский народный фронт, который также осуществляет контроль за ходом выполнения работы». Движение на участке улицы Урицкого сохранили. Транспортный поток здесь интенсивный. Поэтому при ремонте используют щебеночно-мастичную асфальтобетонную смесь с повышенным содержанием высокопрочного гранитного щебня. У нее более высокая способность выдерживать нагрузки. «Это одна из самых новейших разработок в области дорожных покрытий. Она максимально износостойкая, прочная и долговечная». Самарских водителей такое преображение дорог радует. «Ремонт любых дорог – это положительное явление. Тем более хорошо, что они ремонтируются поздно вечером, когда уже движение минимальное, то есть не мешает движению. Ну и то, что качество дорог повышается, это, по-моему, рад любой водитель». Помимо асфальта на дорогах полностью обновят разметку, установят новые ограждения и светофоры. Также ремонтируют тротуары, инженерные коммуникации, решетки дождеприемников, устанавливают новый бордюрный камень. Там, где необходимо, выполнят устройство газонов. Всего рядом с Крымской площадью работы ведут на восьми участках. Сейчас готовность 65%. Завершить ремонт дорог здесь планируют до конца сентября. Лариса Шлафаст, Николай Епифанов, События. Пустили под гусеницы. В Самарской области продолжают борьбу с контрафактом. На полигоне утилизировали некачественные обувь, одежду и игрушки, выпущенные под именами известных брендов. За процессом наблюдал Анатолий Головко. Сотрудники Самарской таможни задержали крупную партию контрафактного товара. Сегодня на полигоне бытовых отходов уничтожат поддельные кроссовки и детские игрушки. Зачастую поддельные товары из-за рубежа наносят ущерб не только правообладателю бренда, но и конечным потребителям. Об этом говорят специалисты, которые работают с недопросовестными поставщиками иностранной продукции. Как правило, фальсифицированную одежду, обувь и детские игрушки изготавливают из токсичных материалов. В этот раз в руки таможенников попал контрафакт, привезенный из Казахстана и Кыргызстана. Всего данная партия товаров превышает более чем 31 тысячу единиц. По оценке правообладателей, ущерб, нанесенный их интересом, превысил 125 миллионов рублей. Владимир Савин, который уничтожает некачественную одежду и обувь, относится к процессу утилизации спокойно. Он считает, что это единственный и самый эффективный способ борьбы с поставщиками поддельных товаров. Сейчас вот отъедут машины, будем мяч все, ну трамбовать, уничтожать их, чтобы они были непригодны. И вот после грунтом засыпем и опять прикатываться. По словам сотрудников ведомства, поток контрафакта, который ввозит в Самарскую область, снижается. Но тем не менее, коммерсанты по-прежнему продолжают нарушать российское законодательство. С бизнесменами, которые руководствуются лишь финансовыми интересами, поступают жестко. На них накладывают большие денежные штрафы. Анатолий Головко, Константин Головин. События. Соблюдение трудовых норм, полная техническая исправность транспорта и разрешение на перевозку. Все эти требования должны выполнять водители пассажирских автобусов. С начала года сотрудники ГИБДД выявили порядка тысячи технических нарушений. На масштабные проверки транспорта побывала наша съемочная группа. Время в пути из Похвестнево до Жигулевска для 16 пассажиров увеличилось в два раза. Вся проблема в неисправном руле. Валерия Саводчаева, сотрудники ГИБДД остановили во время проверки пассажирских автобусов. После осмотра выяснилось, что рулю транспорта поврежден. Автобус загнали на штрафстоянку, а пассажиры стали дожидаться, когда водитель закончит ремонт. А вы как до этого, почему не исправляли? Вы не знали просто? Нет, она была нормальная, но она же со временем все равно расслабляет. 12 градусов стало. Правильно? Да, когда мы его ставили на штрафстоянку, сегодня около 9 утра, люфт был 34 градуса. Сейчас пройдемте со мной, документы заполним, мы вас отпустим. Первым делом сотрудники ГИБДД просят водителей предъявить документы. Затем осматривают сам транспорт. Такая проверка – вынужденная мера. С начала года произошло около 50 ДТП с участием пассажирских автобусов, в которых погибли 3 человека. Учитывая, что в августе месяце у нас, как правило, пиковые перевозки междугороднего пассажирского сообщения, значит, на территории области, на основных федеральных дорогах организованы специализированные группы по контролю за пассажирскими перевозками. Еще у одного из автобусов оказалось поврежденным колесо. Из-за неисправности оно может взорваться на ходу и повлечь за собой печальные последствия, говорят сотрудники ГИБДД. За такое нарушение полагается штраф от 5 до 8 тысяч рублей на перевозчика и 500 на водителя. Причиной ДТП в большинстве случаев является человеческий фактор. Как со стороны водителей, нарушающих скоростной режим, так и со стороны перевозчика, который не следит за техническим состоянием своих автобусов. Страдают в этих ситуациях только пассажиры. За несколько часов проверки было выявлено 5 автобусов с техническими неисправностями. Информацию обо всех нарушениях направят в управление Государственного автодорожного надзора и в Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. Мэри Елчан, Максим Гусев, События. Каникулы с пользой для семейного бюджета. Служба занятости дает возможность подросткам самим заработать на карманные расходы. Около 11 тысяч школьников Самарской области смогут подработать этим летом. Какие профессии в приоритете у молодежи и почему они решили трудиться, узнала Мэри Елчан. Не для всех детей лето, пора отдыха и бесконечных игр на улице. Гале Ивановой всего 15, а она уже знает, что такое труд и собственные деньги. На стадионе «Чайка» девочка помогает с уборкой в здании и на поле. За две недели работы Галя получит около 6 тысяч рублей. Говорит, на карманные расходы в самый раз. У меня нет какой-то конкретной цели, на которую я коплю. Мне просто хочется иметь какую-то сумму, чтобы быть независимой. На базе стадиона «Чайка» трудятся четыре подростка. Их рабочий день начинается в 9 утра и заканчивается в обед. Территория у нас большая, более 4 гектаров. И работы в летний период, а именно летом, ребята трудоустраиваются. Работают у нас очень много. Это и уборка, потому что у нас каждый день идут матчи футбольные. И, к сожалению, не все болельщики уносят за собой мусор или выбрасывают мусорки. Поэтому приходится в том числе и за ним убирать. С начала года в Самарской области трудоустроили свыше 7 тысяч подростков. Ребята работают по различным профессиям. От помощника библиотекаря и курьера до рабочих по преображению дворов, парков и скверов. Что летом на одном месте сидеть. Лучше сходить куда-нибудь поработать. Хоть и в другой поселок тоже неплохо. То есть увидеть больше, чем свою комнату и свою улицу. На 2019-й запланировано устроить на работу около 11 тысяч человек. Это на треть больше, чем в 2018. В этом году по поручению губернатора Дмитрия Азарова увеличено финансирование этого направления. Трудиться подростки смогут в крупнейших предприятиях региона. Таких как АвтоВАЗ и РКЦ «Прогресс». А для того, чтобы это сделать, необходимо обратиться в органы по делам молодежи администрации своего района. Или в Центр занятости населения по месту регистрации. Мэри Илчан, Максим Гусев, События. Достойный пример для подражания. Зинаида Данилова почти полвека в медицине. Она одна из основоположников детской урологии в Самарской области. Провела сотни операций. Вырастила целое поколение высококлассных врачей. С заслуженным врачом России пообщалась Мария Левина. Она отдала медицине почти 50 лет жизни. Сейчас варит варенье. Но тоже с любовью. Подходить к делу с нежными чувствами – это и есть секрет успеха, делится Зинаида Данилова, заслуженный врач России. За почти полвека сотни операций и ни одного промаха. Маленькие пациенты вырастают и приводят уже своих детей непременно к Зинаиде Борисовне. Именно ей доверяют самое дорогое. Каждый доктор понимает, что такое слава по-своему. Я вам расскажу свое понимание. Это не то, что ты идешь с работы вот с такими сумками, в которых там лежит мясо, масло и так далее. Это не то, что тебя представляют каким-то там грамотом. У меня этих грамот много, но о них никто не знает. Самое дорогое, когда приходит коллега и говорит, прооперируй мою маму или прооперируй моего ребенка. Вот это высшая награда для любого хирурга. Зинаида Борисовна рассказывает, еще в школе прочитала Юрия Германа «Дорогой мой человек» и поняла, что свою жизнь она свяжет с медициной. В институте влюбилась в рассказ профессора Георгия Ратнера, с каким трепетом он рассказывал про хирургию и сделала свой выбор. Я поняла, что этот человек так любит свою работу. Я после лекции подошла и говорю, Георгий Львович, я так хочу стать хирургом. С чего начать? Он говорит, во-первых, запишитесь в кружок. Во-вторых, надо ходить на экстренные дежурства, а не на танцы. Но, несмотря на дежурство два раза в неделю, Зинаида Борисовна на танцы ходить тоже успевала. Вышла замуж за однокурсника. Врачебное дело стало семейным. Вот у меня, как у женщины, всегда, когда я смотрю на Зинаида Борисовна, меня вызывает такая легкая, так сказать, зависть, что женщина умеет быть женщиной. При этом хирург от Бога. После замужества пришлось переехать, а по возвращению в Самару для нее, как для хирурга, не оказалось места в больницах. Сама судьба отправила женщину в детскую клинику. Я говорю, слушайте, я так детей боюсь. У нас всего три недели был цикл на пятом курсе. Вот детская хирургия для меня такая любовь, огромная, на всю жизнь. Ну вот как к жене. Я к ней отношусь как к жене. А вот есть детская урология, и я к ней отношусь как к любовнице. Вот вы, говорит, запомните, что в Донецке ошибся, такого быть не может. И вы знаете, вот с ее легкой руки я стала работать с детьми. Сейчас рассказывает, жизнь свою по-другому и не представляет. Зинаида Данилова – одна из создателей детской урологии в области, которая стала восьмой по всему Советскому Союзу. Действующие врачи больницы Середавина – ее ученики. Сейчас Зинаида Борисовна на пенсии, но родные стены и больных не оставляет. Ученики Зинаиды Борисовны теперь сами высококлассные специалисты. Говорят, был хороший пример перед глазами. Здесь, в больнице Середавина, они делают уникальные операции. К ним едут пациенты из других городов. А сама Зинаида Данилова считается легендой самарской медицины. Мария Левина, Николай Епифанов. События. Научиться плести необычный декор, своими руками создать арт-объект и стать чуть ближе к природе. В одном из самых живописных мест Самарской области, селе Ширяево, прошел традиционный фестиваль «Репин навсегда». В 18-й раз сюда съехались самарцы и гости из-за рубежа. Всех их объединяет любовь к искусству. Ближе к прекрасному стала и наша съемочная группа. Илья Ильич, дорогой! Здравствуйте! Здравствуйте! Ну и куда ведь Господь привел нас? А, к Ивану Алексееву, знаете? А-а-а! Знаете? Вот. Вон, смотрите, на берег вся семья высыпала. Ага. Вас ждут с утра. Ну, вот мы и дома. А дома встречаются песни. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ У нас какое-то вообще удивительное место, какой-то силы притяжения. Ведь не случайно Илья Илья Ильичевна здесь остановился для поиска натуры на своей работе. У них какое-то такое небо другое, горы другие, вода какая-то более яркая, что ли, сочная. И даже сам дух, вот кто-то сегодня впервые здесь оказавшись, сказал, необыкновенный какой-то, даже воздух он другой. В живописном волжском уголке Ширяева праздник. В честь дня рождения Ильи Репина фестиваль с мастер-классами и театральными постановками. Здесь учат мастерить. Что плетете, мастерите? Мы учимся, осваиваем, да, это вышивка по филейной сетке. Сначала мы плетем вот такие вот сеточки, а потом натягиваем их в пальцы и по ним уже вышиваем. И получается вот такая, как это? Да, да, получается вот такое вот волшебство. По всему дворику музей, а он не маленький, растянулись фотовыставка волжских пейзажей и арт-объекты. Не все из них однозначны. Например, вот этот, под оправдывающим себя названием «трэш-арт». Авторы решили заменить краски старой одеждой. Таких необычных скульптур, которые хочется рассматривать, здесь много. Этот арт-объект называется «Дом наизнанку». Он состоит из 288 вот таких вот маленьких дощечек, на которых взрослые и дети рисуют все то, что накопилось внутри. Начали этот проект еще на фестивале «Чистый репин», но он настолько понравился туристам, что решили не бросать начатое. Ширяево и музей-усадьбы Репина не пустуют никогда. Летом здесь особенно многолюдно. За сезон в живописное село приезжают более 10 тысяч туристов, не считая тех, кто облюбовал место для выходных на природе. Самарцы такое соседство ценят. Из Тольятти? Как вам вообще? Нам очень хорошо. Мы каждый год здесь бываем, у меня здесь дача, поэтому каждый год приезжают. Приятенца пригласила тоже на праздник. Ну, а такая красота, такая атмосфера хорошая. И вообще, Илья Фильевич Репин. Во дворике музея слышна иностранная речь. Сюда приезжают из Германии, Франции. Гости проникаются атмосферой по Волжье и понимают, что выбор места для отдыха художника был не случайен. Мария Левина, Василий Кладошов. События. Главный секрет в импровизации. В Самаре прошел вечер джаза и историй о кино, поэзии и стихах. Все искусство 20 века за один час. В творческую атмосферу погрузился и наш корреспондент. Джаз. Частая импровизация. Свободный поиск нового звука и мелодии. Лектор Дарья Волкова и музыканты Monocle Jazz Band тоже попытались найти новый формат. И сделали вечер, на котором совместили музыку и короткие, часто интуитивные лекции об искусстве 20 века. Темы этих лекций музыканты заранее не знали и прямо на месте выбирали, что играть. Импровизация. Все по-честному. Эта идея появилась, потому что нам нравится искусство, ребятам нравится музыка, мне нравится читать лекции. И сегодня мы решили попробовать это смешать и посмотреть, насколько это выйдет органично или насколько это выйдет интересно. Какие есть связи между музыкой и изобразительным искусством и какие есть связи в контекстах, в истории мировой культуры. Джаз кажется в основном людям какой-то музыкой элитарной, необычной и недоступной. А мы стараемся переработать ее и показать, что джаз может быть доступен для всех. Его могут слушать все и увлекаться всем. Джазовые ритмы сменялись короткими историями о художниках, поэтах, песнях и фильмах. Образ этой женщины, которая появляется и исчезает, здесь абсолютно тот же. Если вы посмотрите, она как бы появляется из черного пятна неизвестности и растворяется в каком-то более светлом облаке. Лекции не были выдержаны в академическом формате. Джон Леннон сменял художника Ивана Крамского, а затем рассказ переходил на творчество Ренуара. Связующим звеном в этих историях стала не хронология, а общее ощущение искусства, которое часто говорит о внутренней потаенной красоте. Очень гармонично получилось, как мне кажется. И как будто бы лекция дополняет и музыку, и как-то раскрывает больше. Наверное, какое-то вот ощущение такого расслабленного вечера августа в городе-курорте. Мы многие эти вещи, с одной стороны, знаем, но с другой стороны, когда это вновь нам рассказывается и мы воспоминаем это, еще больше у нас красок всплывает внутри нас, и это создает очень приятную внутри атмосферу. Вечер прошел при полном аншлаге. Небольшой арт-лофт с трудом вместил всех зрителей. Организаторы говорят, скоро будет повторение. Валерия Куценко, Семен Безгинов, Константин Головин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Хорошего настроения и отличных выходных. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон.